Большое количество природных явлений, таких как штормы, ураганы, наводнения, цунами и так далее, в глобальном масштабе, но на территории Америки, особо понуждают жителей искать более безопасные штаты и города для жизни. Последние несколько лет, друзья мои, это по-особому и ярко видно, даже в этой стране, где мы живем. Изучив все климатические и географические особенности всех, без исключения, штатов Америки, специалистами было определено, что маленький город в южной части штата Юта наиболее защищен от всех природных бедствий, от всех катаклизмов. Но даже в этом городе, в котором жители не находятся среди сильных ветров, наводнений, землетрясений, лесных пожаров, даже в этом городе, множество семей, тем не менее, подвержены шторму неожиданному, или, так скажу, неожиданно надвигающейся на их дома. Это может быть внезапная смерть близкого человека, это может быть неизлечимая болезнь, может быть авария на дороге. Могут возникнуть проблемы в семье, проблемы в отношениях на работе или на учебе. Возникают штормы по причине потерь в финансах, нашего бизнеса, или даже хуже всего, кризис доверия к Богу, который я называю, а даже, точнее, Писание называет кораблекрушением веры. Было бы просто прекрасно, если бы мы нашли место совершенного покоя и невозмутимой тишины. Но безупречный покой и мир – это даже не место на карте мира. Это, скорее всего, состояние моего и вашего сердца, построенного на наших отношениях со Христом. Ученики Христа, в свое время будучи в лодке, среди бушующего моря, и, усомнившись в благополучном исходе их путешествия, услышали странный вопрос их Господа и Спасителя. «Где вера ваша?» – это в Луки в 8 главе написана история. Несомненно, то, друзья мои, что они имели веру. Но проблема была в том, что она держала свой фокус на шторме. Они имели веру в то, что они погибнут. Именно тогда, когда мы находимся посреди бедствия и осознаем нашу полную несостоятельность что-либо изменить, это чудесное время для нашего Господа проявить свою чудесную силу. Написано «возлюбленные». Апостол Петр говорит «возлюбленные огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». Затем он дальше пишет «радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте». Петр говорит об этом в первом послании в 4 главе. «Наша слабость и бессилие что-либо изменить – это возможность Господу действовать и проявить свою силу». Не секрет, что очень часто человек обращается к Богу тогда, к сожалению, когда серьезные неразрушимые трудности возникают на пути. И причина для поиска Бога зачастую не в том, чтобы следовать за Ним, но в том, чтобы освободиться от проблем и избежать шторм как можно побыстрее. Но как только Бог оказывает помощь, человек с облегчением и с радостью снова возвращается туда, откуда пришел. Не сомневаюсь, друзья мои, что многие из нас чудесно понимают и осознают истину о том, что мы ищем отношения с Ним не для того, не для того, чтобы Господь постоянно выручал нас в наших трудностях или штормах, но из-за того, что мы любим Его. Он желает быть нашим сердечным миром. И намного более того, апостол Павел сделал, я считаю, великолепное заявление в послании к римлянам, по-моему, «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее не может отлучить нас от любви Божией». Это, по-моему, в 8 главе, даже 38 стихом в 8 главе Рильмана написано. Великий апостол не нуждался в благоприятных обстоятельствах внешнего мира для того, чтобы иметь такой же мир и покой внутри себя. Почему такая уверенность? Он был твердо убежден в том, что ни шторм, ни трудности любой величины не отлучат его от любви Господа Иисуса Христа. Наличие сердечного мира в моем сердце и в вашем сердце – это залог того, что при самых отчаянных ситуациях надежда на Бога, доверие Его Слову меня не подведут. Написано «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере». Апостол Павел говорит в послании Римлянам в 15-й знаменитой главе. Там же он говорит «Бог же мира да будет с вами». Чуть ниже он говорит там же в 15-й главе. Написано там «Благодать вам и мир от Господа Отца нашего». Это уже в Коринфянам он говорит. Нам есть на что опереться, друзья мои, так как Его Слово вселяет мир и надежду даже тогда, когда все вокруг говорит о противоположном. Писание говорит о том, что Он есть, то есть Христос есть мир наш, который разрушил стоящую посреди преграду. Это апостол Павел говорит к Ефесянам. И этими препятствиями или преградами, штормами, или ураганом на пути христианина, эти, то есть они устраняются и преодолеваются князем мира, который, написано, поборает за каждого из нас, который стоит за каждого из нас. Страх и уныние, отчаяние и безысходность явно не от Бога. И единственная борьба с ними – это несокрушимая уверенность, что мой Господь, ваш Господь рядом со мной, в моей ладе, в моей семье, в моем доме, в моей судьбе, посреди моих скорбей, в моей печи, огненной печи, если хотите, Он вместе со мной, в глубине или в пучине моих скорбей, Он вместе со мной. Написано, «Сея с вами во все дни и даже до скончания века». Такими мажорными, прекрасными словами я оканчиваю свое краткое обращение к вам. Будьте благословены, и мир Божий допочиет в каждом из вас.